Здравствуйте, уважаемые председатели члены комиссии. Меня зовут Андрей Волода. Представляю к вашему вниманию мою научную работу по теме динамика температуры атмосферного воздуха в селях Атам-Сесы, Мирбинского района и ее влияние на богатство для крови лошади. Проблема различия и изменения климата территории привлекает в себе внимание различные исследователи, так как от природно-климатических условий зависит коллективность животных и урожайность от хозяйственных культур. В связи с вышесказанным вполне очевидно актуальность и сельскообразность изучения нами динамика температуры атмосферного воздуха. Ее воздействует на морфологические параметры крови лошади якутской породы. Гипотеза. Изменение температуры воздуха воздействует на показатели крови лошади. Исследования и наблюдения температуры окружающей среды проводились в селях Атам-Сесы. Температуру воздуха измеряли бытовым термометром. Для решения поставленной задачи были изучены изменения в морфотеологические показатели крови использованным. Были сформированы опытные группы из числа клинических здоровых лошадей и якутской породы в возрасте от 3 до 6 лет. Исследования количества форменных элементов крови проводили на базе кафедры филеологии, среди хозяйственных животных и экологии Афистского государственного аркотехнологического университета. Определение общего количества альтросы и великоцитов проведено общим принятым медным исследованием. Для проведения концентрации гемоглобина в крови использовали гемоглобинциональный метод. Полученные цифровые данные в результате исследования обработаны методом в вариационной статистике. В результате анализа многолетней температуры окружающей среды исследований в местности установили современную среду годовую температуру воздуха по годам. Максимальную и минимальную температуру января и июля за весь период там льдения. В течение всей жизни организмы лошади приходится приспотавливаться к периодически изменяющимся сезонным условиям среды. Для изучения воздействия температуры окружающей среды на организме лошадей исследования крови проводили два сезона – зимний и весенний. Морфофизиологические исследования периферической крови соответствовали физиологическим нормативным зрениям по данному виду животного. Однако установлены значительные количественные колебания в составе крови в сезонном году. Уровень гемоглобина в ретроцитах, количество эритроцитов в зимний период составил 120 грамм на литр и 10 млн 230 тысяч. А в зимний период уровень гемоглобина в ретроцитах и количество эритроцитов в крови составил 99 грамм на литр и 7 млн 550 тысяч соответственно. что на 17,5% и на 26,19% выше, по сравнению с таковым зимним периодом года. Разница достоверна. Достоверное повышение количества атероситов и уровень гемоглобина вне зимой объединяется воздействием температурных факторов средообитания. Полученные нами результаты исследования соответствуют данными других авторов и соответствуют адаптивным морфофизиологическим изменениям картины крови в зимний период. Вывод. Установлена максимально низкая температура в селе Кадынгсысы в 2016 году. Средняя температура января составила минус 43 градусов, минимально минус 54. Самая теплая зима завестирована в 2016 году. Средняя температура января составила минус 27 градусов, минимально минус 43 градусов, максимально минус 7 градусов. Последняя температура июля, самая жаркая лето завестирована в 2022 и 2030 году. Средняя температура июля составила 21 градус. Аномальные теплые дни устанавливаются в декабре и январе, когда температура воздуха поднимается до мин. 5 и мин. 10 градусов. Максимальная годовая импультура температур 80 градусов, зафиксирована в 2021 и 2021 году. Минимальная – мин. 63 градуса в 2013 году. Установлено повышение уровня гемовобильного электросыта, количество электросыта 120 грамм на литр, 10 миллионов десятилетий в зимний период. То, что соответствует привычной картиноморфизиологической изменения грозы и предоадаптации к низким температурам. Спасибо за внимание.